Девушки отдыхают По маме, если честно, помню, не особо приятные моменты Наша главная героиня даже не догадывается, кто согласился приехать к нам в студию, когда узнал, что Маша разыскивает своих родных Очевидно, каждый выход героев будет для Маши сюрпризом И, видимо, с этого момента в ее жизни начнутся самые главные перемены Тема нашей сегодняшней программы «Верните мне мою семью» Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина Я Алексей Суханов, здравствуйте Вот та самая Маша Ведюк Давайте же поддержим ее своими аплодисментами Маша, наверное, нужна очень серьезная, очень весомая причина для того, чтобы написать письмо о помощи на телевидении У Марии Ведюк на згадку про детство не залишилося ні ляльок, ні семейных снимков, где счастливые батьки тримают ей на руках Ані спогадів. Матерь, яка покинула її 12 років тому, дівчинка теж практично не пам'ятає Помню, да, вони ругалися, бувало в них, а так, ну, ничего сказать не могу, не помню просто Девчина змушена сидіти в селі, на шиїв дідуся і бабусі А батькова теперішня сім'я відмовилася надати їй, бодай, якусь допомогу Гості, можешь приезжать, но жить нам тут не надо Тепер єдине почуття в Марії до близьких людей – це глибока образа за те, що вони позбавляють її майбутнього Мені стало дуже обидно, я просто положила трубку і з цього моменту я не дзвонила Маш, почему вы начали плакать? Ну, коли я жила в батька, у нас там є ліцей, якому я навчалась Мене тоді запросили на роботу туди Я зателефонувала мамі Раї, це моя мачуха Я зателефонувала її і попросила її Так як я не можу найти роботу в селі, будь ласка, там, ну, є вакантне місце Може мене візьмуть От, на що вона мені сказала, що, ну, в Гості приїжджає, жити нам тут не треба Тобто від вас відмовлялися? По сути, да Це вам сказала мачуха, а отец? Папа на той момент лежав в больниці Може, він навіть і не знає того, що вона мені сказала Просто в мене от заложилася, ти нам не нужна А де ваша родна мать? Я не знаю, я з нею не спілкуюся Не спілкуюся з восьми років С восьми років ви не спілкуєтесь зі своєю мамою? А що ви пам'ятаєте о ній? Вона просто... Ну, вживала дуже алкоголь Дуже часто і дуже багато Я ж говорю, не дуже приємні моменти, я про неї пам'ятаю Ну, мама як мама, я все одно її люблю, яка вона б не була Так, подождите, давайте вернемся в то время, коли вам було восемь лет Почему мама исчезла із вашей жизни? Что тогда случилось? Ведь була мама, був папа І потім вдруг цього нічого не стало? Я думаю, це на неї повлияв розвод з моєм батьком Тобто що вони вже жили... Тобто ваші родити розсталися? Да, вони Сначала ваші родити розсталися, а потім з вашої життя исчезла мама? Да, так получается А ви остаєлись з отцом? Нет, я осталась з дедушкою і бабушкою А коли ви жили з бабушкою і дедушкою, вам не хватало мамы? Ви скучали по ней? Ну, не, мені заміняли дедушкою і бабушкою, все це А ви пам'ятаєте вашу последню зустрічу з мамою? Так, це було на моєй день народження 16 вересня Що це було? Як це все происходило? Ну, всі готувалися до моєго дня народження Був тато, дідусь, бабуся, всі ближчі друзі були Стук в двері, бабушка відкриває їх, стоїть мама і каже От, я приїхала до дочківний день народження Я візьму її, ми погуляємо, там, морожене Ще якісь забави для неї і я приведу Вам було тоді 8 років якраз исполнилося? От, я півтори-дві годинки я її назад поверну Добре мене відпустили і ми пішли гуляти Як ви провели тоді цей день з мамою? Ну, я пам'ятаю, що ми сиділи в дитячому кафе, воно у нас тоді було Вона мене обіймала, говорила, що вона приїде мене забере Вона купила вам вкусне морожене? Так, все, що я попросила Видіте, як багато приїхали моментів, а ви говорите, що тільки плахує зв'язано з мамою? Це було тільки на день народження Але ви це було? Ну, да, було Ну, якби вона мені пообіцяла, що вона приїде до мене Вона знайде авто, приїде мене забере з цього села І бабуся повторяла щось Мама скоро приїде, вона знайде авто Ви довго її чекали? Ну, думаю, до того моменту, поки мене не забрав батько в нову сім'ю Це до 11 років Як вам там жилось? Ну, якщо чесно, до определенного моменту дуже добре жилось Я навіть почала її називати мамою Мачеху? Так А скільки років ви сім прожили? Якщо вважати, це 11 років І до сьогоднішнього дня, то виходить, що 11 років я з ними прожила Але справа в тому, що 2 роки я навчалася в Харкові І там я і жила А до мене ніхто не дзвонив, ніхто в гості не приглашав Тобто, якщо я дзвоню, скажу, пап, я от тоді-то приїду, можна? Так, звісно, можна Я все детство сама на себе А потім я приїхала за свой счет, за чий счет ти отримала образование Не пыталась знайти, тому що, ну як би, у мене появилась на той момент уже нова сім'я Ви маєте ввіду нову сім'ю отця? В принципі, були розговори, але вони дуже швидко закінчились, тому що я вже нову жінку почала називати мамою А з кем були розговори? З дедушкою і бабушкою були, вони теж в мене спрашивали Ти б хотіла знайти маму, чого ти це не робиш? Так чому ж ви не знаходили маму? Ну, не «наверно», так воно і є, мені краще жилося без неї І Ви зовсім не хотіли поїхати і повідатися з нею? Ні, не було, не визникало желання Визникало, звісно, але мене зупинувало те, що я на протягом 12 років не потрібна була Ну а висушити? Вот, від, понимаєте, іноді взрослі, іноді родители оказываються в такій жизненій ситуації, коли виходу у них другого просто немає Можливо, в неї нашлися б слова оправдання, чому вона исчезла із вашої життя А можливо, вовсі і не в цьому виновата? Ну, я не думаю, тому що дедушка з бабушкою мені явно твердили про те, що вони казали і приїжджай, ніхто не проти вашого спілкування Якщо хочеш її забрати, приїдеш в будь-який момент і забереш Тобто вам твердили це дедушка з бабушкою і ви, в принципі, вірили? Ну, а як по-другому, як вона не приїжджала до мене? Юль Я кажу, ну, понимаєте, ніхто не задумується над тем, що у ребінка, її вбросила мать, понимаєте? Мама вбросила її. І то, що, чому ти не зробила перший шаг, чому ти не хочеш її? Та тому, що не хочу. У мене сидить тут обіда, я обіжена на свою мать. Да, матері, значить, я не нужна, мене мать не іщет, а я должна искати. Подождіть минутку. Я сама мама, у мене є дитина. І я свого дитина не бросила, а забрала з собою і привезла в Київ, і почала жити з нею. І не бросила ні бабушці, ні дедушці, ні папі, який остался там, понимаєте? Тому що я мама, є якийсь материнський інстинкт. Як би не було тяжело, як би не було, а мене було тяжело дуже, коли я переехала в Київ два роки назад, розділасься з мужем. Мені було дуже тяжело, але я дитина свого не бросила. Я забрала свого дитина з собою. Маша, розрішіть мені питання. А ви сказали, що ваш отец лежав в больниці. А ви ходили в больниці к отцу? Ви йому допомогали, коли йому ця допомога була? Я тоді, в житті, в житті, а нас розділяє більше 150 км. А це... І мене фінансово... А то є це расстояння, ви считаєте, це бача помеха для того, щоб піхати і поможеться? Навіть не розстояння. У мене... Діло в тому, що, дійсно, зараз всі знають, що все упірається в фінанси. Дорога, дорога. Я на даний момент не працювала. Ну, діло не... Морально допомогти йому якось? Він же все-таки був в больниці? Діло не тільки в фінансах. Діло в тому, що, ну, якби, ви ж понимаєте, в мене не було... Я тоді приїхала, на мені зараз, можна так сказати, два пожилих чоловіка. Це мої дедушка і бабуся. Тобто ви не могли їх бросити, щоб поїхати к отцю в больницю? Ну, естественно. Верніте мені мою сем'ю. Відтім нашій сьогоднішній програмі. Вполне можливо, що сьогодні жизнь Маши, яка обратилась к нам за допомогою, кардинально зміниться. Але впереди нашу головну героиню ждут не тільки приятные открытия. Що скажет Маша, коли узнает всю правду о людях, с которими жила многие годы под одной крышей. Ви даже представити себе не можете, хто разлучил Машу с мамою. Позвольте пригласити в студию бабушку Маши, Анну Алексеевну. Пойдемте, Анна Алексеевна, пойдемте. Осторожно. Здесь, видите, приступочек вот сейчас будет. Осторожно. Да, вот здесь вот приступочек. Давай, держись за мене. Держись, держись, держись. Так, давай здесь. Тихо. Я тоже держу вас. Тихо, тихо. Давайте, давайте, пупа. Вот так. Анна Алексеевна, осторожно, здесь тоже приступок. Ну, бачу, 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 бачу. Давайте, давайте, пупаньки, вот. А можно стульчик, чтобы она тут просила? Да, дайте, пожалуйста, стульчик, Анне Алексеевне, потому что тяжело будет на диван на нас забираться. Вот. Спасибо. Так, садитесь, пожалуйста. Анна Алексеевна, как вы все-таки считаете, кто виноват в том, что Маша оказалась не нужна собственным родителям родным? Да, они же виноваты, не я ж. А не, а не вы. Да, конечно. А кто ж. А внимание на экран. Анне Алексеевне та її чоловіку віддовелося з маличку опікуватися онукою, оскільки рідним батькам було до дитини байдуже. А цю привезуть, покинуть жижи, і все, і пішли. А ти що, хоть побатайро? Поміркувавши, бабуся вирішила забрати онуку до себе назавжди. Мати у дівчинки не заперечувала. Як вона хоче, забирайте. А вона десь на дворі бігала, там пішла, покликала, ця прибігла, там дошу як побачила. З величим удовольствием, сюди. Але просто забрати до себе онуку бабусі цього видалося замало. Вона вирішила позбавити Марійчину матір прав на дитину. Хотя їх хотіла обох лишити. Одного і другого. Тоді думаю, так, хай вже батька, хоч одна рідна душа буде. Батька собрана своєго. Анна Алексеевна, так это не ви настояли на том, щоб машину, маму лишили родительских прав? Це її зробила. Почему? Вона до неї не спілкувалася. С Машей? Да, не спілкувалася, не писала. Да вам легко сидіти там і осуждати бого пожилого чоловіка. Машенька, подождіть, я вас дуже прошу, Маш, пожалуйста, не реагуєте на зал. Не треба. І вона то як привезла її з першого класу, як покинула і по цей день. Анна Алексеевна, скажіть, будь ласка, в восемь лет, коли було в восемь лет Маше, відбувалася последня з мамою. Неужели за все це час мама навіть не спілкувалася з дочери? Не, не приходила. Скажіть, пожалуйста, Анна Алексеевна, Маша розповіла, що її мама сильно піла? Не, один случай, правда, був. Вони приїхали всі гуртом додому, побули нас, погостювали. І батько почав одягувати і каже, Маша, а що кричить? А я не поїду туди. А, не хотів додому їхати? А сама кричить. Я не піду. Чого? Що случилось? А там мама піна. А ви пытались выяснити, чому мама піна? І піна, і ли она там? Я не їздила, не питала, що вони там, як вони там робили. Не знаю, я не ходив. Она в курсе, знає, що лишили? Она знає, що лишили родительських прав? Ваша невестка бувша. Вона не знала, а потім ото як привезла Маші гроші за квартиру. Кога це було? Ну, як продавати почала квартиру. А оцей ж хозяин, що купив квартиру, він приїхав до мене і каже, а частка Машіна у мене. Там, виходить, він приїхав, сказав мені, що твоя частка в мене, вона не продана. А так, як я на той момент була неповнолітня, цими грошіми розпоряджався батько. І гроші були передані йому. Баті вашому? Так. Тобто, виходить, що гроші від квартири Машіна частина була все це час у папі? Так. Скільки це? Він дал 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Новий хозяин віддав вашому отцу? Так. Ну, вам віддали ці дінги? Ні, в мене інших нема. Ну, це, мабуть, треба задати питання йому, а не мені. А ну, ви-то спрашивали у нього? Ну, мені якось було стыдно в нього спросити, папа, де мої дінги? Подождите минуту. Значит, ще раз. Машенька, ви мене извините, пожалуйста. Спросити у отца вам було стыдно, а прийти на программу і на всю страну заявити о том, що у вас є претензії к отцу на 20 тисяч гривень, не стыдно? Ну, вже діло в тому, що настав той момент. Можна так сказати... Послуште, що вам мешало? Моє терпіння лопнуло. Послуште, що вам мешало позвонити отцу і спросити? Батя, а де мої 20 тисяч? І що б він мене відвіта? Не знаю, ви ж не званіли. Для чого б він мене відвіта? Так, почему ж ви не позвоніли? Ну, ви просто вынесли сорт із ізби, от, дуже швидко, приємно абсолютно не пообщавшись з отцом своїм. Ну, насправді, а ви можете предположити, де ці дінги? Вони до сих пор у отца. Ну, діло в тому, що я так предполагаю. В той момент, в 2008 році, моя сводна сестра старша, виходила замуж. Якраз ці дінги... Тобто, ви подозреваєте, що ці 20 тисяч пішли на свадьбу вашої сводної сестри? Так. І именно з-за цього ви держите обіду на отца? Сейчас, так. Просто, коли я обращалась до вашу програму, мені просто було интересно, може він тут би при студії, там не збрехав, якби я йому задала вопрос. Ілі задала так само мамі, ну, жінчину, яку я називаю мамою. За що я заслужила такі відношення? Може, я десь уступилася. Мамі і мачехі. 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 Це на всю Україну. І, ну, там нецензурно виражалася, бо звала мене конченою тварю, яка хоче попасти в телевізор. Ага. Ну, можна так сказати, люди показали своє істинне лицо, коли їх вже, можна так сказати, прижали. Так, Маш, ну, ми, в принципі, приглашали вашого отця в цю студію. Як ви думаєте, він прийнял це приглашення? Нет. Почему ви так считаєте? Я уверена в цьому. Ну, почему ви так считаєте? Ну, тому що він розуміє, що це вийде там в телеэфір, да, його побачить вся Україна. Поэтому він испугався? Думаю, да. Думаю, послушайте, Маша на деці действительно не захотел приехати к нам на программу і объяснила це тем, що просто не хоче вносити ссори з СБ. І сказав нам, що якщо Маша хоче з ним, з родним отцом помиритися, то пусть позвонит, він завжди готов к цьому діалогу, к цьому розговору. Маш, я предлагаю зараз набрати прямо зараз вашого отця перед цей студії. І давайте посмотрим, що він вам скажет, послушаємо. Давайте. Тільки ви, якщо можна, включите на громкую зв'язку, щоб ви всі всі слухали, раз це публичний буде розговор. Ба, тільки тихо, хорошо. Алло, пап, привет. Пап, а ти на мене на щось обіжен, що не дзвониш? Ага. Ти на мене на щось обіжен, що не дзвониш? А тут ти шо, не знаєш? Ні, не знаю. А що ти подзвонила вето? Говорить Україні. Пап, давай я тоді в тебе спрошу напряму, а де денюжка за квартиру, за те, що мама продала? Давай. Давайте щас попробуем ще раз позвонити. Папа почему-то бросил трубку, чи це связь така? Дзвонила віною. Дзвонила віною. Ну, не берет, по-моему. Да? Не хочет брать трубку. Но складывается впечатление, что не первый раз она говорит на эту тему, поскольку как только она заговорила о деньгах, сразу все понятно. То есть он, значит, я думаю, что какой-то, наверное, предварительный разговор о деньгах уже был. Но, простите, Оксана, даже если этот предварительный разговор о деньгах был, нормальный отец, который чувствует ответственность за ребенка, который не хочет считать, что он украл, и не хочет дать знать, что он украл деньги, тут же скажет, Маш, ну я же тебе говорил, родная, да, мы потратили деньги на свадьбу, но я тебе сказал, тебе дал слово, что верну эти деньги. Мы не знаем, какой был там разговор и о чем они договорились. Послушайте, он взрослый мужик, Оксана. Ну, мы не говорим сейчас, мужик он или не мужик. Это его поступок говорит о том, что он не помогал родителям, не помогал дочке. То есть его, как мужика, вообще тут мы пока не характеризуем, потому что нечего характеризовать, понимаете? Тебя они содержали за свой счет, за чьи счет ты получала образование, как ты кушала, кто тебя одевал, какая была финансовая ситуация в семье. Почему, возможно, я не говорю, ничего не знаю про ситуацию отца. Какая бы финансовая ситуация ни была, действительно, и она может быть абсолютно патовая, но тогда скажи своей дочери, Маша, а ты помнишь, я тебе оплачивал обучение? Я тогда вообще сидел, был ничь, как сокол. Так вот эти деньги ушли на это. Безусловно, нужен разговор. Ну, в любом случае, надо уметь говорить, разговаривать. То есть я предполагаю, что сталкиваются две обиды между... А когда нечего сказать, Леша, тогда люди вот так говорят. Все понятно, до свидания. Ну да. То есть мне кажется, что у ее отца сейчас там отношение, что он как бы свой долг выполнил, там, да, вот выучил ребенка, я же не знаю, как там, да, было. Но вот он так считает, и он не понимает, почему от нее идут претензии. Хотя я тоже уверен, что большую часть, все-таки, знаете, мужчина, если рядом с ним женщина, которая его там по-своему под себя подстроила, он уже, он, может, где-то бы и по-другому бы поступал. Но рядом с ним живет человек, который отставит свои интересы, там, своих дочерей. То есть вы считаете, что мачеха там накручивает? Мне кажется, что есть на этом какая-то боля. Алексей, я считаю, что мы не можем обвинять его в краже денег. Первое. Мы не знаем, на ком была квартира. Была ли она приобретена в совместной собственности супругов? Какое право на эту долю имела Маша? Мы не знаем этого всего для того, чтобы его как-то обвинять. Мы не знаем, было ли, какое право на эти деньги было у Маши. Может, это его деньги были, как разделение имущества супруга. Мы не можем сейчас об этом обвинять. Но, знаете, действительно, возможно, это и так. Оксана, вы как юрист больше в этом понимаете и расставляете все точки на «д». Но, исходя из того разговора, который, короткого разговора, который состоялся сейчас здесь в студии с отцом по телефону, следует, что на самом деле Маша своему отцу не нужна. Потому что так с ребенком, который нужен, априори не разговаривают. Так, Маша, может быть, тогда действительно настал тот момент, когда нужно поискать родную маму, раз вы ни отцу, ни мачехи, ни нынешней его жене не нужны? Ну, нет, теперь, наверное, все-таки я поеду до ней, пообщаюсь с нею. Возможно, вам не придется никуда ехать, Маша. Верните мне мою семью. Вот тема нашей сегодняшней программы. Итак, наша главная героиня только что сказала, что действительно, возможно, сейчас пришел тот момент, когда нужно бы съездить к маме, отыскать ее, посмотреть и поговорить. А что тогда произошло, много-много лет назад, когда восьмилетняя Маша осталась совсем одна? И без мамы, и без папы. Только с бабушкой и дедушкой. Он не понимает, почему от нее идут претензии. В гости приезжай, а жить нам тут не треба. То есть от вас отказались? Посмотрите, там. Маша обижена на отца, потому что хочет доказать ему, ему, что имеет такое же право на его заботу и на его любовь, так же, как и его нынешней приемной дочери. За что я заслужила такие отношения? Может, я десь уступила? Однако есть один человек, который, узнав о том, что Маше нужна помощь, бросил все и примчался в Киев. Готовьтесь, пожалуйста. Мы обещали, что выход каждого следующего героя должен быть, в принципе, для вас сюрпризом. Я надеюсь, что именно с этого момента в вашей жизни начнутся какие-то хорошие перемены. Как вы думаете, кто сейчас должен выйти? Да, я думаю, все-таки брат приехал, мой родной поддержать. Вы чувствуете, очевидно? Дмитрий. Встречайте, пожалуйста. Спасибо тебе большое, что ты приедешь. Спасибо. Все, заспокойся. А ну ты хоть, пока я хоть подозрю, все, сколько я сказала Маше, чтобы приезде хоть не подивилась на это, а ты не являешься. Бабуль-то поцеловать. Дим, сколько вы не виделись? С бабушкой? С Машей? Я даже и сбился со счета, если честно. Очень давно? Это очень давно было, да. Да, это... Как забрали, вы мне как приехали. Наверное, лет 12 тоже. Лет 12? Ничего себе. А с Машей? Ну, с Машей год не виделся. Год не виделись. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Будьте добры. Брат Марии Дмитро мешкает в Полтаве. Він одружный, у его семьи подростає двое диток. Дмитро старший від сестри на 4 роки. Він добре памятает свое дитинство с батьками. Дружно жили. Вот хотя, как бы, ну, происходили там на бытовой почве. В присутствии нас они, как бы, никогда не ругались. З матерью на відміну від сестри Дмитро спілкується. Але радості ці стосунки ему не приносять. Отношения с мамою сейчас холодні. Вот. У нас есть, как бы, барьер в общении большой. И, ну, я не знаю, как его преодолеть. И она тоже не знает, как его преодолеть. Вы, не задумываясь, приехали к нам на программу, чтобы поддержать свою сестру. В жизни, насколько я понимаю, вы часто общаетесь. А год назад даже виделись. Да, это совершенно верно. Просто пришел момент в моей жизни, когда я решил, что сестру все-таки надо искать. Так это вы нашли Машу? Это да, я нашел Машу. А как это было, Дим? Ну, благодаря прогрессу, благодаря социальным сетям, вот, я, как бы, нашел свою сестру. Тому очень рад, конечно. Слушайте, а когда вы поняли, что хотите найти сестру? Ну, пришел такой момент у меня в жизни, вот, когда я уже, можно сказать, повзрослел. Угу. Начал жить с семьей. Вот, у меня родилась дочка. Ага. И я вообще, как бы, подумал, что это мой долг сказать сестре о том, что у нее есть племянница, что у нее есть брат, что я о ней думаю. Значит, и однажды вы как? Вы позвонили, написали, как? Я, как бы, нашел ее страницу в социальной сети и очень этому обрадовался. И сразу уже не помню, что написал. Это так все на эмоциях было. Как бы, написал ей свой номер телефона, точно знаю. После этого, я не знаю, там прошел, ну, может, полдня прошло. Маша мне перезвонила. Вот, мы пообщались. И после этого она приехала ко мне, я пригласил ее, она приехала ко мне увидеть мою семью, увидеть, как я живу и побывать в родном городе. Маша, а когда вы увидели сообщение от брата, о чем вы тогда подумали, какие вот были эмоции у вас? Ну, я точно помню, что он оставил комментарий под нашей детской фотографией. И я, естественно, житвитила ему. Но я сначала не поняла, кто это. Я позвала, я тогда на тот момент жила у папы, позвала его до компьютера и спросила, пап, а ты знаешь, что, ну, я фамилию просто не знала брата. Он стоял, смотрелся и сказал, так, это же твой родной брат. Потом я начала плакать, а он сказал, а что ты плачешь? Я говорю, потому что за сколько год он все-таки нашел меня. А что это была за фотография? Вы были там, Дима, еще кто? Дима, мама и папа. Мама и папа. Ваша семейная фотография. Все-таки есть семейная фотография, где вся ваша... Есть, есть, осталось, есть. Как напоминание хорошее. И вот вы поняли, что вам надо позвонить брату, и вы набирали этот номер. Вы боялись звонить? Нет, я была настолько рада, что наконец-то нашелся брат. А когда вот, значит, вы позвонили, Дмитрий снял трубку, что вы ему сказали? Вот первые слова какие? Я уже и не вспомню, что я ему сказала. Такие моменты всегда помнят. Вы что? На эмоциях. Я помню, что я рада была почуть его голос вообще. Что Маша сказала, Дима, вы это помните? Привет, Дима, это твоя сестра Маша. Не замысловато. Такие были слова первые, да. Давайте все-таки вспомним, когда ваша семья все-таки еще жила вместе. Как вы жили? Вы помните тот момент? Ну, помню хорошо, как мы ездили, вот к бабушке ездили. Это я очень хорошо помню. На электричках там. Электричка поздно приезжала. Меня несли на руках, Машу тоже несли на руках. То есть вы засыпали уже? Да, да, когда электричка уже приезжала. А просыпались мы уже, бабушка нам приготовила там все. Пироги, парное молоко. Конечно, конечно, да. Слушайте, а это правда, что ваша мама сильно пила? Именно поэтому ее лишили родительских прав. Да, это правда. Мама после развода с Василием. С вашим отцом? Василий мне не отец. Минерит. А, то есть для вас отец Маши отчим? Да, это отчим мой. То мать очень этому как бы... Я думаю, что это было и переломным моментом в ее жизни. И... Она не перенесла этого? Точкой отправления, да. Когда она начала... А почему они разошлись? Вы помните какие-то ссоры? Мне не объяснял этого никто, если честно. Но вы помните какие-то ссоры в доме? Ссоры я даже не помню. Не помните? Не помню даже, да. Я помню разговоры на повышенных тонах, но это всегда происходило где-то в другой комнате. Так, чтобы не у нас на глазах. Но разошлись ваши родители не потому, что ваша мама пила. Вы говорите, что пить она начала уже после развода. После, да. Но Машу ведь забрали после развода сразу, да? Нет, какое-то время Маша еще проживала как бы с нами, ходила в школу. Но мама еще не пила тогда? Три-четыре месяца. Мама еще не пила тогда? И как бы того, что она пила, тогда я не помню. Но в любом случае за три-четыре месяца женщина не успела бы спиться. Однако вашу маму уже лишили родительских прав, и дочь у нее забрали. И вас тоже забрали? Нет, меня не забирали. Так, вы не учёте. Я жил с мамой постоянно. Так, получается, подождите-ка минуту. Как же так? Если женщина спивается, злоупотребляет алкоголем, лишают родительских прав, но почему изымают из семьи только одну дочь, а сына оставляют? Это как так получилось? Си, бабушка сказала, что ее не поэтому лишили родительских прав, потому что она не принимала участие в воспитании дочери. То есть не причина злоупотребления. Ну, я скажу так, скажу так, что то, что Маша жила с бабушкой и с дедушкой, это лучше, чем прожить там, где прожил я. Так, значит, мама и вами не занималась. Но получается, тогда почему? Если маму лишают родительских прав, потому что она не занимается воспитанием своих детей, почему все-таки от нее изымают одного ребенка и оставляют другого? Мне кажется, что бабушка настояла на том, чтобы ее лишили родительских прав, потому что ребенок был рядом с ней, ну, Маша была. Тут бабушка фактически решила судьбу Маши по своей воле. Почему? Это непонятно. Ну да, может... Дождите, но мы слышали слова Димы, которые сказали, что лучше прожить с бабушкой, чем там, где он прожил. Нет, нет, простите минуту. Нет, вопрос, вопрос не о том, что правда... Просто понимаете, интересно складывается ситуация. Есть женщина, которая совершенно не занимается воспитанием своих детей. Эту женщину лишают родительских прав. У этой женщины двое детей, но изымают только одного ребенка, а второго оставляют. Притом, инициатором, значит, лишения родительских прав является бабушка, в семье которой этот ребенок второй потом и оказывается. Да, потому что бабушка это родная внучка, а Дима не родной. Оказывается, Машина мама начала пить уже после развода со своим мужем, с отцом Маши. Наша главная героиня всю жизнь росла с мыслью и с мнением о том, что ее мама действительно очень плохая. Сейчас Маша утверждает, что хочет все-таки действительно попытаться найти маму, поговорить с ней и выяснить, что же такого произошло. Но почему Маша все это время не пыталась найти маму? Сегодня мы, возможно, устроим эту встречу. Дим, скажите честно, вы какого мнения о маме? Ну, я у маме такого мнения, что какой бы она ни была, это мать. И как бы... Как бы не было сложно, как бы не было ей сложно, она все-таки дала мне и жизнь, и наставления кое-какие. То есть... То есть вы не держите на нее обиду? Нет, никакой обиды на мать, никак можно на мать держать обиду. А у вас вот жизнь с мамой, с чем связана, какие воспоминания? Если откинуть пьянки... Пьянки? Пьянки. Ну, пьянки это даже мягко сказано. То есть были такие запои протяжные. Вот. Ну, все-таки между ними были перерывы. И мы с матерью, я даже помню, как ходили в кукольный театр. Вот. Приучила меня к книгам. А сама мама много читала? Мама, да, у меня очень много читала. И научную литературу тоже. То есть, в принципе, она занималась вашим воспитанием? В принципе, конечно, занималась. Я не могу сказать... Вы уж не были так абсолютно брошенным. Да, абсолютно брошенным. У меня не было это, конечно, сто процентов. Еще много помню таких хороших моментов, когда мать приходила, например, на мои тренировки, когда я занимался футболом. Вот. Поддерживала меня. Это мне тоже очень было приятно. Вы ведь жили с ней, когда вашу маму лишили родительских прав на Машу. Вы знаете, для меня вот эта программа стала открытием, потому что о том, что мать лишили родительских прав, я узнал благодаря программе. Вы не знали этого? Я не знал этого. Скажите, пожалуйста, а как давно вы видели маму? Последняя наша встреча была, это у меня была командировка, как раз по дороге я проездом так, ну, на полчаса буквально заехал. Это два года назад было. Два года. А почему не поехать, к примеру, Дим? Нет желания, нет потребности? Что? Ну, вот, если честно, да, для меня как бы... Для меня как бы еще... Ну, как вам сказать? Я не чувствую себя там нужным. Нужным? Да. Я не чувствую себя там нужным. Я, мать, много раз приглашал к нам в гости увидеть своих внуков, наконец-то, потому что внуков она не видела. Вот. Ну, так она ко мне никак и не приехала. Она продолжает пить? Ее мать, это моя бабушка, то она говорит, да, мать иногда продолжает выпивать, сейчас живет с сожителем своим, который тоже любит выпить. Как вы думаете, все-таки мама мучает совесть, что она так быстро рассталась со своими детьми? Она любит вас, Машу? Ну, я надеюсь на это. А совесть мучает? Ее, ну, врезение совести, я думаю, есть у нее. Мы ведь разыскали маму Маши и маму Димы, и мы выяснили, что мать и дочь живут в нескольких километрах рук от друга. Маш, а как вы думаете, как сейчас выглядит ваша мама? Вы бы узнали ее на улице? Нет, даже не представляю, какая она есть. Как вы думаете, она вас... Я ее запомнила, я ее запомнила, молодой, красивой женщиной. Молодой, красивой. Как вы думаете, она вас сейчас вспоминает? Конечно, да. Я уверена, что она вспоминает, потому что все-таки я ее дочка. Давайте сейчас посмотрим на экран. Будьте добры. Будьте добры. Машеньку свою побачить. А я все-таки на ней больше похожа. А ты хочешь здесь с мамой встретиться? Здесь с мамой встретиться в этой студии? Точно. Ваша мама здесь, в этой студии, в тайной комнате. Да, она... Она боится выходить. Чего она боится? Мы беды не будем. Как вы думаете, почему она боится выходить? Может, потому что правда ее там грязи, ну, совести какая-то мучает. Ну, я могу, если она меня не чуя, я могу сказать, мама, можешь выйти. Я все равно тебя люблю такой, я все равно тебя люблю такой, яка ты есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Садитесь уж вместе. Оксана, вы, наверное, всю дорогу, пока ехали сюда, искали слова для дочери. Наверное, я могу ошибаться, но... Я с ней каждую ночь разговаривала. О чем? АПЛОДИСМЕНТЫ Если папа не думал, что есть с ней кусок хлеба, то я думала, чи живи еще дедушка и бабушка, чи они еще в состоянии ей прокормить. Чи вона и про сына так же. Я каждый день думаю, чи есть у них что-то съесть, чи есть у них что-то, где переночевать есть, чи... Внимание на экран. Коли Оксана познайомилася с батьком Марии, ей было всего 19 роков, а в ней уже был триричный сын. Мы, так сказать, встретились с ним, переспали там раз. Я забеременела. Я хотела сделать аборт. Но он меня не разрешил. Потому что у него детей не было. И я родила ему. Машеньку отцу. Оксана тоді працювала санитаркой в будинку для летних людей. И ця работа ее физично цілком виснаживала. Четыре года работала на лежачем этаже. Это вообще... Спочатку життя с Василем было безхмарным, непорозумения началися сгодом. Гарно мы с ним жили. Потом он начал ездить по командировкам. И начал гулять. Не пив. Не бив мене. Ничего. Такого не было нічого. Но он начал гулять. Але зламала Оксану не чоловікова невірність, а смерть батька, з якої почалася чорна смуга в ее жизни. Помер батько в мене. Потом сестра сразу померла. И как-то так тяжко сделалася. И я запила. Плашка мене вообще в жизни. Якась така жість. Даже непонятна якась жість. Оксана, скільки ви не видели своєю дочі? Чотирнадцять років. Чотирнадцять лет. Последній раз я їй бачила, на якій було восьм років, я приїжджала на день народження. А потім я приїхала, хотіла її забрати, з машиною приїхала Анна Алексеївна. Кожіть перед Україною. А ви мені винесли рішення суду і сказали на тобі і йди від селя. Я скажу тобі, коли ти приїжджала. А дід Саша вийшов ступором і сказав ще раз сюди приїдеш, то тебе від селя повезуть. А це ти вже набалакуєш. Так оказывается, ви приїжджали к дочі? Не приїжджала. А в школу я не приїжджала. Я ще пів року їздила в Маші, приходила по столу, думала, що я її побачу. А я їй тоді одразу сказала, я тебе лишила материнцем. А ви Маше сказали, що її мама іщить? Вона була в батьках. Їй сказали, що її нема, вона в Прилуках. Ну, ви сказали Маше? Конечно, я ж дзвонила, сказала батька, і що це? Вам сказали, що вас мама іщить? Ну, по поводу того, що вона мене шукає, що продає мою частку, повністю квартиру, і там частка, так сказали. А перший раз, коли мама приїжджала, вам сказали об цьому? Дитину, документи зі школи забрав, прийшов батька. Кажу, дайте мені адрес, куди її забрали, я поїду її шукати. Пішла до судді, суддя закрився в кабінеті, не відкрив мені навіть. Кажу, ви не присилали мені ніяких неповісток на суд. Я б приїхала, яке ви мали право? Без мене лишити мене материнських прав. Тобто вас лишили родительських прав без вашого присуття? Так, і вони, я в них спитала, а вони мені, значить, мотивувували тим, що вони не знали мене адреса. А як приїжджали, ви Машу в мене забирали. Ви знали, де я жила? Знали і квартиру. Ви ж приїжджали, їй було шість річки. А ти ж тоді в Полтаві жила? Ну, звісно. А Машу я взяла коли? Від Кіля. Скажи, коли я брала Машу? Скажи. Ну, так ви знали, коли я тоді жила? Скажи, коли я і як я її забрала Машу. Скажи. Ви сказали, що ми її візьмемо, ти на двох роботах робиш. Так. Тобі ніяк було за нею дивитися. Давай, давай. Бриши, моя голубка. Бриши, 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 бриши. Це, говорить Україна, тут, на телеканалі Україна. Извиніть за нескромність, але це, скоріше, констаткація факта. Але именно благодаря нашій програмі Маша, яка не виділа свою маму більше 10 років, наконец-то з'явилася з нею. Маша ждала цієї встречи, і вона з'явилася тут, в студії ток-шоу, говорить Україна. Я пам'ятаю, звісно, коли вони мені дали рішення суду, вони мені віддали, я приїхала додому, син, може, звісно, неповний, він, мабуть, і не знав, по якому поводу, він мене зняв з вікна 9-го этажа, я хотіла викинутися. Ви хотіли викинутися? Дім, ви пам'яті цей день? Ні, не пам'ятаю. А скільки було Дімі? Йому, мабуть, ще 13 років не було. Він вернувся з прогулки. Із-за того, що вас тайно забрали дочь і лишили радістських прав, ви хотіли покінчись самоубійством на глазах у 12-летнього сіна? Він просто вернувся, я не було тоді вдома, він гуляв, я була в квартирі одна. Слушайте, ви вам дали, сунули в руки этот документ, о тому, що ви більше не мать для маши. Вона даже мені як вносила це рішення суду, вона вносила мені це рішення суду. Я зайшла в двір, а вона мені вносила це рішення суду і каже, вийди оттуди за фірку і в двір не заходь. На, ось, дивіся, що я з тобою зробила. А що ви стали делать? Прігать з 9-го этажа. Нет, ну, помимо того, що пыталися покінчитись з самоубийством, що саме по себе ужасно. Пішла до судьи, потім сломалась. Ви просто запили. Так, я хуже вас в життя. Юль, ну, вот на самом деле, просто можно ли в этом случае судить женщину, которая, ну, действительно, не пошла отстаивать своего ребёнка, не стала писать жалобы, а просто сломалась? Ну, ведь люди разные бывают. Вы понимаете, судить сейчас, вот я не могу судить, потому что, не дай Бог, побывать в шкуре этой женщины. Ну, я не знаю, ну, я, честно говоря, расплакалась. Ви не деду Оксану. Да. Я расплакалась, почему, увидев, как дети подбежали к своей маме, что они не обижены на неё, что действительно есть какое-то взаимопонимание, и вот в глазах у мамы, ну, видно, что это мама, и она любит своих детей. Да, было, да. Вы увидели раскаяние? Я, да. Оксана, вы? Ну, я не увидела раскаяние. Дело в том, что женщина просто смирилась с тем, что есть. Ей показали решение суда. Показала женщина, которая намного сильнее её. Она ей показала, где её место, и она с этим смирилась. Она просто не пошла ничего исправлять. Значит, её просто это устроило. У вас, да, в студии есть юрист. Квартиру я заработала, я заработала квартиру до замужества с Васей. Мащи тогда ещё не было. Но я решила, что это моя дочь, и я её не оставлю без копейки денег. Правильно, вот этот лидийский момент. Я просто имел право забрать у детей. А почему вы деньги тогда отцу отдали, а не положили на счёт ей? Как вин так сделаешь, что, получив деньги, вин, я не знаю. Но, послушайте, вам очень повезло. У нас есть замечательный здесь юрист, и Оксана после эфира, конечно же, полностью вас проконсультирует, изучив все подробности. Я надеюсь на это, да? Спасибо вам огромное, Оксана. Но ведь есть ещё другая. Знаете, я сейчас хочу всем показать те видеокадры, которые были записаны сегодня утром, когда Оксана готовилась к этой, возможно, главной встрече в своей жизни. Ведь именно этим вечером она впервые после долгих-долгих лет увидела свою дочь. Внимание на экран. Мне даже чувствовалось, что она меня зовет. Бывало такое. Вроде она меня гука, мама, мама. Может, я как раз в тот момент, как мне чувствовалось, что она меня зовет, может, я как раз обижала. Вообще-то мне хотелось бы подивиться в глаза дедушки и бабушки, что они сделали. Наверное, что понимают, что они сделали. Но в тот день было всё равно. Сейчас, может, они поняли, что они сломали жизнь и ей, и мне. Шутить, 14 лет назад, пожени, как не вернешь. Вы знаете, ваша мама сегодня очень волновалась, когда готовилась к этой встрече. Она боялась, ей было стыдно. А еще я заметил, когда мы приезжали к ней в гости и увидели ее там, в неприбранном виде, в деревенском, таком сельском виде. Меня поразил этот семейный альбом, который она хранила ведь все эти годы. Она хранила его, понимаете? Ведь потому что, если бы ей было наплевать Оксане, она бы не хранила эти фотографии. А посмотрите, какие дети выросли. Вы понимаете, в полных семьях нет таких детей, которые любят свою маму. И смотрите сейчас, дети, очень прошу вас, цените и любите своих родителей. Оксан, вы нам говорили до начала программы, что ради Маши вы готовы действительно преобразиться. Что вы имели в виду? Вы ведь до сих пор выпиваете? Ну да. Надо с этим побороться. Вот мне кажется, с этим надо бороться, прежде всего, наверное. Я думаю, у меня теперь будет стимул, и я ее буду поддерживать. Точно? Конечно, обязательно. А у нас еще здесь есть специалисты, очень уважаемые специалисты. Вот Сергей, врач-нарколог из Полтавского наркодиспансера. Сергей, как вы думаете, вот если Оксана обратится к вам, у нее есть шансы избавиться все-таки от зависимости? У нее есть шанс получить помощь, и мы готовы ее принять в любое время, если действительно есть желание измениться, то есть изменить свое поведение в первую очередь. У вас есть желание принять эту помощь? Вы просто для себя должны это решить. Сергей, вы можете помочь? Да, конечно. Наталья, а деньги, кстати, нужны на это? Нет. Нет? Слушайте, бесплатно. На проезд. У вас не будет такой больше возможности. А вы контролируете, да? Вы такие два хороших стимула. Верните мне мою семью. Вот тема нашей сегодняшней программы. Итак, Оксана, лишенная родительских прав, сегодня здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина», встретилась со своей дочерью, которую не видела больше десяти лет. Теперь машина-мама заявляет, что готова бросить пить и стать примерной матерью и бабушкой, потому что у Оксаны уже ведь есть внуки. Но это еще не все сюрпризы. Встречайте, пожалуйста, Яну и Марка. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Оксана, вы знаете, кто это? Марк. А кто это? Внук Минь. Ваш внук? Да. Привет. Вы впервые видите Марика? Да. Марик, а это кто? Не знаю. Бабушка. Марик, это бабушка. На маму смотрит. На маму. Маму знает. Теперь у тебя есть бабушка. Завороженно смотрит. Посмотрите-ка. Потрясающий. Это ведь ваш сын, да, Дим? Да. Потрясающий красавчик просто. А смотрите-ка, еще есть внучка. Натали. Мы на фотографии и есть. Она немножко приболела, да? Поэтому не приехала, Дим? К сожалению, да. Она приехала бы, но со здоровьем у нее сейчас не очень. Ну, ничего серьезного, просто гриб. Слушайте, Оксан, но у вас есть все шансы увидеть внучку. Я думаю, что сын пригласит вас в гости. Дим. Конечно, приглашаю. Мое приглашение всегда в силе. Слушайте, что вы сейчас чувствуете? Радость, что в моем канале ухах держу. А вы могли себе такое представить? Что настанет однажды такой момент, когда рядом с вами будет сидеть сын, напротив вас дочка, внучка, а на руках у вас будет внук сидеть. Вот такой вот симпатюшный. Симпатюшный. Ну, конечно, не все время мне должно не выстыть. Правда, Марка? Что вы думаете сейчас? Вообще противоположно. Я могу сказать спасибо, что вы ее нашли. Я дуже рада. Скажите-ка мне, пожалуйста, так все-таки деньги главное или семья? Семья. Для меня семья важна. А как насчет отца? Будем пытаться звонить, налаживать отношения якось. Есть предложение одно. Сейчас после программы вы садитесь в нашу машину и идите к бате. Да. Да, да. Да? Да. По рукам? Да. Садитесь за 100 переговоров. Мы не прощаемся, потому что впереди, наверное, тоже очень важное. Потому что мы узнаем, удастся ли этот диалог дочке с папой. Смотрите прямо сейчас. Позови, пожалуйста, папу. Здрасте. Здравствуйте. Ты можешь? Папа, ты можешь? Забрали эту братву и всю кедреную медь отсюда, быстро. Или я сейчас в ментовку выезду. Василий, все. Я буду со мной разговаривать. Это все. Это парь на всем укрест полностью. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать. И мы спасибо, что вы с нами. Спасибо огромное.